Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях председатель топонимической комиссии Николай Балычев. Здравствуйте, Николай Алексеевич! Здравствуйте! Вы стали одним из авторов идеи установки памятного знака в Казанском монастыре. Расскажите, пожалуйста, как родилась эта идея? Я человек православный, воцерковленный. И я, конечно, очень переживал, что в годы элехолетия при советской власти Казанский монастырь был закрыт. История Казанского монастыря насчитывает уже много-много лет. Он был основан еще в 15 веке и находился на территории Кремля. Он назывался Явленский монастырь, потому что вот на том месте, это северная часть Кремля, там явилась икона Казанской Божьей Матери. Деревянный был? Такое свершилось чудо. Сначала храм был деревянный, потом каменный. А потом, когда территория города, которая в пределах Кремля находилась, расширялась, и решили оттуда монастырь перенести, и перенесли его на современное место, где он сейчас находится. Это вдоль улицы Затиной. Ну, это раньше улица по-другому называлась. Затиной, слава богу, сохранилась. Улица Затиной, теперешняя Фурманова. Она называлась до революции Монастырская, улица Вознесенская. Вот в этих пределах находился монастырь, занимал огромную территорию. Значит, монастырь был один из самых красивых, самых лучших построек дореволюционной Рязани. Но после 1917 года, после революции, начались гонения на монастырь, стали реквизировать имущество монастыря, колокола сняли с колокольни, и много вещей было реквизировано. Но уже к 19319 году монастырь полностью был освобожден и закрылся. И было принято решение, еще решение было принято в 1918 году нашим рязанским исполковым советов, о том, чтобы в Рязани после покушения на Ленина, когда началась в стране политика так называемого красного террора, по всей стране стали создаваться концлагеря. И такой концлагерь при решении Совета был еще в 1918 году. Было принято решение, и в 1919 году, в августе, был открыт концлагерь на территории монастыря. Место было очень удобно выбрано, потому что вокруг монастыря были высокие кирпичные стены, через которые нельзя было перебраться. И вот на протяжении четырех лет находился там концлагерь, куда свозились люди со всей нашей рязанской губернии, в первую очередь репрессированные священники, так как в Рязани было много храмов, они, скажем, годом закрывались, священников арестовывали и помещали в концлагерь. Ну, а лагерь назывался лагерь дознания принудительных работ для трудовых элементов. Туда, кроме священников, еще помещались дворяне, купцы, представители других сословий. И когда началась гражданская война, туда посылали арестованных офицеров, белогвардейцев. И в этом концлагере находилась вся верхушка двух национальных армий. Армянская национальная армия и грузинская национальная армия. Заключенные монастыря привлекались к работам в городе Рязани. Их под конвоем выводили, они работали. Ну, использовали на неквалифицированных работах. Это работа по благоустройству в Рязани, на чистых сооружениях, на сельхозработах, на уборке города и так далее. Когда лагерь был переполнен, уже не было места, где он был рассчитан всего на 600 человек, а там находилось свыше 2000 человек. Уже не вмещал всех. А новые партии заключенных прибывали и прибывали. Тогда было принято решение лагерь закрыть и всех заключенных перераспределить по другим лагерям. Часть по Рязанской губернии, по уездным городам. И большая часть была сосла на север, в лагеря, которые открывались у нас на севере, на Соловках и так далее. Прошло 100 лет с момента закрытия Казанского монастыря и с дня открытия там концлагеря. Слава Богу, что Казанский монастырь сейчас возрождается в 2006 году. Его осветили снова, он действует. Опять центральная часть монастыря, это храм Казанский иконы Божьей Матери, очень красивое здание, привлекает многих здесь горожан. Мы хотели бы сохранить память о тех событиях, которые произошли в Рязани 100 лет назад, то есть о создании концлагеря. С этой целью мы решили установить мемориал на территории монастыря. Мы выбрали место в каком-то прям таком, понимаете, стечении обстоятельств, может быть, Божье намное провидение. Вот нам достался камень, неожиданно. Ситуация такая. В Канищево сейчас появился бассейн. И когда копали котлован под бассейн, и ковшом экскаватора вытащили огромный камень, гранитный камень, представляете? И он лежал вот несколько лет, прям недалеко, там вот рядышком с бассейном находится спортивная школа, вот прямо у входа в спортивную школу. А мы искали по всему городу, какой-то вот такой более-менее приемлемый камень для того, чтобы поставить на месте, где был концлагерь. И вот вышли на этот камень, ну, слава Богу, поговорили мы с директором спортивной школы, он любезно нам подарил этот камень, мы очень благодарны. И потом мы его перевезли неделю назад сюда, в монастырь. Вот сейчас проводим благоустройство, там будет вмонтирована табличка на этот камень, что на территории Казанского монастыря находился концлагерь. И вот буквально в ближайшую неделю, 10 дней, состоится открытие. Здорово. Получается, камень без каких-либо надписей, просто в большей граните? Нет, 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 камень, на нем будет табличка. Будет. Ну, сейчас я имею в виду, вот то, что достали, это просто кусок гранита. Да, да. Кусок гранита, кусок гранита, да. Удивительно. Да, 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 просто нам очень повезло. Расскажите, пожалуйста, как сотрудники монастыря отнеслись к священнослужителю, все-таки не самое радостное событие. Да, ну, мы, когда, мы еще планировали еще три месяца назад о том, чтобы вот установить такой знак, потому что мы хотели именно в год, столетие создания и закрытия монастыря, и открытия на территории монастыря концлагерья, мы хотели вот это, именно в этот год какой-то памятный знак поставить. Вот мы вместе с матушкой Анной, настоятельницей монастыря, мы обошли всю территорию, но оказалось, что вот прямо на территории монастыря, вот, ну, не было места такого, где можно такой камень поставить. Дело в том, что там сейчас все ухожено, благорожено, там и цветнички, деревья растут, и плюс еще там, собственно, мемориал, там поклонный крест стоит, и вокруг надгробие, вот, и места такого нет. И нашли хорошее место, небольшой такой микроскверик перед входом в монастырь. Сейчас монастырь огорожен забором, вот, но это временно, да, а территория монастыря была гораздо больше. И сейчас, сейчас монастырю передали и рядом расположенной территории, и сейчас там опять воссоздается та старая стена, которая сто лет назад там стояла. И вот в пределах новой территории мы нашли такой микроскверик, красивый такой, там, огороженный кустарничком, вот, поставили там туда камень, и вот, и нам, разумеется, работники монастыря, монахини, и в первую очередь настоятельница монастыря, матушка Анна, они нам помогают во всем. Я слышала, что у вас возникли какие-то сложности, в чем они заключались? Ну, сложности какие? Дело в том, что, слава богу, камень достался бесплатно, вот, а вот еще работа по благоустройству, там мы дорожку из мраморной плитки выложили к этому камню, плюс еще там была работа по благоустройству, нам потребовали средства, вот, слава богу. Ну, мне пришлось обратиться через социальные сети ко всем неравнодушным людям, жителям Рязани, для того, чтобы они помогли в проведении этих работ. Слава богу, сейчас так понемножечку денежки поступают. Я всем жителям Рязани, которые откорреклились на мой призыв, выражаю свою благодарность. Ну, получается, очень быстро люди мобилизовались, работают за пустой, буквально на следующий день. Прямо мне присылают, вот, по каждой день, ну, каждый понемножку, кто 100 рублей, кто 500 рублей, мне это приятно, вот, и накапливается, вот, определенная сумма, и нам сейчас денег хватает, слава богу. Вы сказали, что скоро будет восстанавливаться старая стена, которая была... Да, она сейчас уже, работа там проводится, восстанавливается стена, да, а уже с южной стороны нам сейчас завершаются работы, вот, и уже, да, и там еще одна проблема, до 17-го года на территории монастыря была надвратная церковь. Были, вот, вход в монастырь, и вот при входе была надвратная церковь через великомощность Варвары, и над этой церковью возвышалась колокольня, красивейшая колокольня, вот, она украшала, вот, весь вот этот район Рязани, вот, ну, колокольню снесли, к сожалению, колокола увезли, вот, и сейчас, сейчас вот бывшая колокольня превратилась в жилой дом, ужасное, старое, обшарпанное здание, ну, что она так позорит, позорит Рязань, и, значит, так вот диссонансом она выглядит на фоне всех построек этой части и на фоне непосредственно великолепного, вот, вот, казанского храма, вот, ну, вот сейчас вопрос решается о том, чтобы людей оттуда переселить, вот, и возвратить колокольню, и колокольню как раз вернет свое первоначальное состояние, и будет там опять открыта эта надвратная церковь вместе с колокольней. Какие еще сооружения раньше были на территории монастыря? Ну, территория монастыря была, вот, согласно источникам, которые мы тщательно изучаем, свыше 40 различных построек, потому что территория была огромная, вот, вы себе представьте, она недалеко от вас находится, от вашей телестудии, значит, вы представляете себе, улица Свободы, вот, раньше это называлось Владимирская улица, вот, это одна граница, дальше улица Фурмного, которая была монастырской, вот, дальше, с другой стороны, Вознесенский, Липнихта, Липнихта, это вот границы, границы, и Затинная улица, вот, целый микрорайон, целый вот такой, целый квартал, вернее, целый квартал занимал монастырь, вот, более 40 построек, а там, благодаря помощи благотворителям, вот, здесь окрестное население, они были прихожанами этого монастыря, вот, и оказывали существенную помощь. Если сейчас, вот, у нас люди, которые имеют большой достаток, они мало оказывают какую-то помощь, что-то строят, помогают и так далее, а тогда, вот, люди зазрышные, богатые, в первую очередь, купцы, они, вот, сейчас слово есть такое, меценат, спонсор, а раньше было слово благотворитель, люди, которые помогали, а вот, и было много благотворителей непосредственно у Казаровского монастыря. Вам, наверное, такое известное имя Сергей Живага, вот, основатель здесь банка, он построил на территории монастыря школу для девочек, четырёхклассная была школа, и, вот, девочки, вот, из окрестных улиц приходили и там учились. И вот это развеет миф о том, что население было поголовно безграмотным, якобы до революции, а женское тем более, на самом деле, вот, были у нас женские, ещё много у нас было женских училищ и женских гимназий в Рязани. Вот одна из таких школ была на территории монастыря. Там была швейная мастерская, потом там был госпиталь свой, да, а во время Первой мировой войны, вот, там был создан госпиталь для вечных воинов, вот, они там лечились, там были огороды, много других построек, но сейчас всё у нас, к сожалению, почти всё уничтожено, слава богу, только сохранился основное здание, это здание, вот, храма в честь Казанской иконы Божьей Матери. Он сейчас возродился, ну и потихонечку будут возрождаться другие постановки. Спасибо вам большое, что пришли в нашу студию, за интересную беседу. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был председатель топонимической комиссии Николай Булачёв. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова